Денис Виктория Эдуардова Это ко мне домой Кто здесь? Титов встречался в клубе с неким Новиковым Ребята из наркоконтроля давно за ним следят Стоять! Ребята, вы чего, ребята? Стрельцов, реанимация, врач сказал, будет жить Да, кстати, попросил тебя подписать Но в итоге что с ней? Отравление, догадайся, чем? Тот же самый токсин, что и остальных Тот же самый токсин, что и остальных Стрельцов Зачем ты меня здесь держишь? Просто скажи, что тебе надо от меня Скажи мне, что я сделала Дай мне пить Скорее всего, Титов связан с наркотиками Мне нужна связь с убийствами А все, что у него там с наркотиками Меня не интересует Ну, как знаешь Но если у Титова есть свои варщики То для них не проблема достать любую химию В том числе токсин, которым были отравлены все наши жертвы У тебя найдется что-нибудь от головы? Да, сейчас Сейчас Титов хорошо знаком с Пляхиным Через него может знать Аллу Рокунову Рокунова увидела Титова на показе Испугалась и убежала Может, она сбежала, потому что увидела Микаэлу Костину мертвой? Так, Титов Спит с Женей Мог знать Соню Так как они подруги А так как Титов знает Пляхина Он через него может знать Аллу Рокунова Точно Еще, скорее всего Титов знаком с другими девушками Которые работают в агентстве Перегорского Например, Микаэла Итог Соня мертва Алла исчезла Микаэла мертва Женя в реанимации А если предположить, что все девушки Были втянуты в наркоторговлю Спасибо И Титов Подозревает одну из них И думает, что она, ну, кто-то из них Стучит на него полиции Крысятничает? Ну Так, кто-то убивает девушек Рисует знаки, изгоняющие крыс Может, это послание? Крыса столько час ждет смерти Только тогда в эту схему не укладывается письмо Которое мы получили Зато все остальное складывается ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Урод! Ты гад! Мразь! Тебя убить мало! Не трогай меня! Не трогай меня, я сказала! Да! Машину Титова засекли в районе Королева, возле агорофермы. У них там на территории есть цех по производству удобрений. Титов сейчас там. Уже все ждут, я уже со всеми договорился. Так что можно ехать. Поехали, все болтаешь и болтаешь, а? Поехали! Не трогай меня! Подай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все. Все. Игорь, прости, пожалуйста, я в пробку попала. Что-то случилось? С Женей несчастье. С Женей несчастье. О, Господи! Нет, она жива, но в тяжелом состоянии, в реанимации. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, давай. Вот там вот склад, а вот там вот цех. Титов сейчас там снестрою. Так, капитан, быстро с ребятами к задней двери и без моей команды не начинать. Ребят, к задней двери, быстро. Пошли, пошли. Давай, давай, давай. Пошли, пошли. Это идет на улицу. Это идет самая грязь для бомжей. Ясно. Есть для пацанов мажор. Лучший там. Деньги есть? Да, да, все в порядке. Пошли. 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 Здесь все. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. 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 Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Серёж, можешь мне помочь? Я на самом деле не очень вкусно варю кофе, у меня всё время какая-то бурда получается. Не мог бы ты аккуратно переступить и прийти ко мне на помощь? По кофе у специалиста. Иду на помощь. Ник, я… В каком глазу ресничка? В левом. Угу. Это правый. От меня левый. Загаду желание. Загадал. Теперь надо стунуть, либо ударить по руке. Угу, сбудется. На вечеринке в коттедже я должен был встретиться с поставщиком штыря. Через него я должен был выйти на главный картель, но из-за смерти Микаэлла поднялась самотуха и встреча сорвалась. Слушай, а ты случайно с Аллой Рокуновой не знаком? Любовница Пряхина? Ну, видел пару раз. Последний раз на показе сразу не узнал. А, вечер четверга. Где-то к пяти я приехал к Жене, после девяти уехал. Когда уезжал, с ней было все в порядке. А о том, что она в реанимацию попала, это я от вас узнал. Я так полагаю, что место нахождения Аллы Рокунова тебе тоже неизвестно. Правильно полагаешь. Извини. Да, слушаю, Федотов. Понятно. Все, понял, спасибо. Звонили из лаборатории. Токсин обнаружил в яблоках, которые находились в спальне Жени Стрельцовой. Она при мне их ела. Слушай, ты не в курсе, откуда она эти яблоки взяла? Че за токсин? Это все то же, что и других жертв. Его, как крысиный яд, сейчас им не используют? Используют. Мне рассказывал приятель Оксана. Вадим. Вадим зовут. Войтович. Да-да, Войтович. Он говорил, что купил этот препарат. Войтович. Понятно. Ты что тут делаешь? Привет. Не трогай меня. Я к тебе приехал. Мне Игорь сказал, что ты в больнице. Послушай, Ксюша, я хочу с тобой поговорить. Слушай, дай я пройду. Я хочу с тобой поговорить. Можно пройти? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не дергайся. Спокойно. Отпусти. Отпусти руки. Ну вот. Совершенно другой разговор. Чего ты? Ладно, ладно, ладно. Ты ко мне близко не подходишь. Ты меня не трогаешь. Ты псих понимаешь? Ты думаешь, я не знаю, кто это сделал? Иногда меня заносит. Я немножко перегнул. Немножко? Она в реанимации. Ты думаешь, я не знаю? Решил крысу потравить, да? Ксюш, ты о чем? Стоп. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Все-таки желание сбывается быстро. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Не смотри на меня. Не вынуждай меня больше давать себе лекарства насилием. Ты знаешь, как это делается? Лучше тебе и не знать. Они тебе засуивают их прямо в глотку. Это там, где меня держали. А еще они говорят, как себя вести, а как не надо себя вести. И говорят, что это для моего блага. Моя мать говорила, что это для моего блага. Грязная, лживая, лживая тварь. Не смотри на меня. Твоя мама тебя здесь держала. Ты был маленький. И тебе было страшно. Все хорошо. Ты был один здесь. Луся, тебе было страшно. Тише, 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 тише. Слышишь, ты хороший, ты очень хороший. У меня тоже был отчим. Он ко мне приставал. И мне пришлось сбежать. Слушай, она не должна была тебя держать здесь. Не должна была. Ну, не надо. Не надо быть плохими, слышишь? Не надо никого держать. Ты должен меня отпустить. Ты должен меня отпустить. Ты же хороший. Я скоро вернусь, ты будешь мне помогать. Будем выпивать как раз вместе. Вот выпейте. Сережа, Оксана, вы успокойтесь. Я понимаю, это касается вашего друга Вадима Войтовича, но вы должны нам все рассказать. Слушайте, он всегда со странностями был. А со странностями в каком смысле? Ну, как-то раз среди ночи он решил мне рассказать, как правильно разделывать тушу. Это говорит мне человек, физиономически похожий на свинью. Но он ресторатор. Работа такая. Ну, вы просто не слышали, как он мне это все рассказывает. А еще что-нибудь? Мы с ним в постели игры практиковали. И он меня чуть не задушил. Вы сняли побои? Слушайте, я просто хочу, чтобы он от меня отстал. Он что, преследует вас? Да не в этом дело. Ну, а в чем? Полиция говорила, что Женю отравили ядом. Так вот этим самым ядом мне Вадим Войтович рассказывал, что он отравил крыс. Оксана, вы не волнуйтесь, но вам нужно будет с нами проехать в полицию и написать заявление. Тогда мы сможем провести обыск и задержим его. Что такое настоящий котлет? Это должно быть обязательно свежее мясо. Мы берем, перемалываем перец, соль. И все это нужно хорошенько перемешать. Ну, кроме этого, как говорит мой английский шеф-повар. Ты готов? Иди вниз, сейчас подойду. Кому я все это рассказываю? Слышь, еще вот здесь обработали тоже по этой стороне. Где-то здесь я, короче, крышу замочил лапу. Валяется. О, фу, вонь какая. Короче, уберись здесь. Вы не беспокойтесь, я ненадолго, всего на пару вопросов. Евгения Федоровна, в лаборатории установили, что токсин, который мы отравились, содержался в яблоках. Их кто-то специально отравил. Скажите, как они к вам попали? Мне их Мика отдала. Микаэла Костина. Скажите, а где она их взяла? Она ездила к каким-то друзьям на дачу. Там у них этих яблок полно. Вот, и дали целую корзину. Имена какие-то говорила? Может быть, там о друзьях своих? Женя, последний вопрос, последний. Вспомните. Может быть, она говорила, где находится дача? Нет, нет. Мика очень опоздала. Ей еще нужно было спеть переодеться. В общем, мы больше об этом не разговаривали. Понятно. Держитесь, а вы выздоравливайте. Алло. Алло, Стасов, ты меня слышишь? Да, да, слышу. Так, привет, слушай меня внимательно. Поднимите все контакты Микаэлы Костиной и выясните, ездила ли она кому-то на дачу недавно. Да, хорошо. Слышишь меня? Да, слышу я. Земляносом ройте, на дачу мне войдите. Найдем. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Дело очень серьезное. Действует серийная убийца. Есть все основания полагать, что Евгения Стрельцова – его очередная жертва. Но на сегодняшний день единственная выжившая. Поэтому у палаты должна быть охрана круглосуточная. Все посещения категорически запрещены. Что такое? Ося, что такое? Кто там? Бабкин, быстро сюда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, как ты? Я его пытался остановить, он меня ударил. Ты помолчил еще пока. Скорая? Черт. Мама. Да, мама. Лиф сломался, по лестнице поднимаюсь. Макар, тебе нужно заняться какой-нибудь физкультурой. Ну, например, цыгун. Я уже практически начала. Да. Знаешь, это просто какое-то чудо. Ну, или на худой конец, купи себе велосипед. Хорошо, мам, куплю велотренажер. Все, мам, извини, клиент ждет. Ну, подожди, я у тебя еще не все спросила. Скажи мне, как там с этой девочкой, с Аллой? Ну, вы ничего мне с Сережей никогда не рассказываете. Я же беспокоюсь. Сейчас в газетах пишут вон какие-то ритуальные убийства. Девушек в Москве убивают. Сатанисты какие-то. Мама, ты бы, Макар, между прочим, узнал. Проверил, не попала ли Аллочка в их руки. Ну, да. О, Андрюха, привет, наконец-то. Вон там стол располагайся. Ага. Тише, ну куда ты ставишь, а? Ему можно воды? Да. Держи, попей. Вот письмо. Спасибо. Макар. Дверь. Закройте дверь. Макар, ну ладно, все. Успокойся. Ты можешь его опознать? Я не успел разглядеть там. Все быстро очень произошло. Ну, тогда расскажи, что помнишь. Я через двор пошел к Макару Андреевичу узнать, как дело продвигается, и услышал крик «стой». Так, ясно. Я помнится не успел, как он передо мной выскочил. Быстро все произошло. Я попытался его задержать, а он, видимо, меня по голове ударил и сознание потерял. Пожалуйста, попытайся сконцентрироваться и вспомнить, что ты видел. Я увидел карман кур… карман куртки. Да. Хорошо, хорошо. А цвет куртки? Темная. Синяя. Или черная. Больше ничего не помню, извините. Спасибо. Поздравляю. Что это? Это девушки из агентства Перегорского. Сам вижу. Это те, что еще живые. Знаки нарисованы маркером. Да какая разница, чем они нарисованы? Вот. И придет крысолов. И ни одна из тварей не спасется. Он достанет их из нор, умертвет, тела набьет отравой и пометит знаками. Майор, это следующая жертва Карсолова. Ты как? Получше, спасибо. Спасибо. Ш-ш-ш. 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 Да, Серёж, дело, конечно, по горло. Ух ты, смотри, кто. Да. Привет. Здрасьте. Вот человек, а. Её ударили по голове, а он улыбается. Как самочувствие? Спасибо уже получше. Серёж, ты чего сел? А, там яблоки есть. Сок гранатовый для крови, хорошо. Угощайтесь. Можно? Спасибо. Нет, а я в прокуратуру приехал, будешь словесный портрет составлять. Вернее, не я буду составлять, художники ваши, с моих слов. Только я боюсь, что вообще ничего не помню. А ты не бойся, всё и получится. Надо же, он прямо на меня по *** не остановил. Ну, ты, по крайней мере, попытался, другие и пытаться бы не стали. Я всё равно не понимаю. Чего не понимаешь? Зачем ему всё это? Что зачем? Зачем он женщин убивает? Зачем ставит им знаки? Вот зачем он нам письма подбрасывает? Он же не просто так это делает? Конечно, не просто так. Наверняка ему был голос. А скорее всего, в детстве его избили и заперли в женском туалете. Он с тех пор и ненавидит женщин, таким образом самовыражается. Ну, логика-то всё равно какая-то присутствует. Он же не просто домохозяек убивает. Ну, какая в этом логика? Логика в том, чтобы убивать женщин, поведение которых ему сомнительно. Нет, это логика больного на всю голову человека. Его бы взять и его же знаками всего заштамповать. Серёж, у нас дел не в проворот. Все, Антон, нам пора. Пошли. Спасибо. Да нет за что. Я прочитал, что крысоловы в средние века после зачистки деревни или города оставляли шест и на нем вешали трупы крыс. Ну? Может, он действует по той же схеме, а? Ну, к чему ты ведёшь? Серёга, то, что, смотри, тела всех жертв красолова нашли, так? Ну, кроме Аллы Рокуновой. Хочешь сказать, что она жива? Давай ещё раз. Женя и Оксана, девушки из агентства Перегорского, тоже живы. Он присылает нам их фотографии, якобы давая понять, вот они, следующие жертвы. Но фотографий Аллы среди них тоже нет. То есть? Скорее всего, Алла жива, Серёж. А, Танюш, Стасов принесёт документы у себя, оставь. О, привет. Здрасте. Как дела вы? Получше. А у нас чего? Да, приходил художнику составлять фоторобот. Преступника. Успехи. Пока. Работайте, Антон, работайте, это очень важно. Очень важно. Майор, тут? Я вспомнил. А? С чего? Вспомнил. У него татуировка была. Я увидел, когда он меня схватил. А что было нарисовано на татуировке? Змей. Вернее, жезл со змеями, по-моему, кодуцей называется. Меркурий ещё изображают с таким. А ну-ка зайди ко мне. А ну-ка, заходи. Заходи, заходи. Можешь присаживаться? А ну-ка, взгляни. Узнаешь? Кстати, как там с антоновскими яблоками? Федоту удалось зацепиться? Пока глухо. Все проверили, все совхозы посмотрели. Никаких результатов. Да и письмо, которое нашли в кармане у Аллы Рокуновой, оказалось тоже пустышкой. Зря ты во дня на телефоне просидел? Да. Подожди. Ты сказал, в кармане у Аллы Рокуновой? Да. Серёга, мы с тобой идиоты. Ты в курсе? Оргентируй. Ты помнишь, Перегорский в последний момент поменял Аллу и Микаэлу местами? Поэтому Аллин костюм мог тоже достаться Микаэле. И письмо, которое мы нашли в кармане, якобы у Аллы принадлежит… Микаэле. Точно. Так что давай, Серёга, сейчас в контору и обзванивай ещё раз весь список. Только спрашивай не Аллу, а Микаэлу Костину. А ты куда? А я ещё кое-что проверю. Давай. Мама. Да, мам. Что? А вы согласны сегодня сходить попить кофе вечером? Может быть. А что это у вас? А что это у вас? Помогите, пожалуйста. У нас там стекло балконное вдребезги. Конечно. Квозняк на всём этаже. Я сейчас хочу наконец-то рассмотреть. Подложить такой балконное вдребезги. Или в майоре. Теперь przewерней dan эффект. Леонид Альбертович, только что из больницы звонили. Стрельцова пропала. Стрельцова. Стрельцова. Здравствуйте. Так, срочно в дом Войтовича каминалисты. Его самого нашли? Пока нет. Дома не появлялся, на работе… На работе его нет, на звонки не отвечает. Ну, ничего, найдется. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Серега, камин проверяли? Нет, еще. Проверьте. Ага. Девушка, девушка, пожалуйста, сядьте, понятая. Вас отпустят, когда можно будет. Тихо, вот. В гараже у него нашли. Там запасов, хватит полгорода перетравить. Так, Серега, пакет давай. Быстро, быстро, быстро. Городскую квартиру его под наблюдение поставили? Поставили, но Войтович не появлялся. А, видать, доперло, что девушка его сдать может. Убега подался, да? Ничего, ничего. Никуда он на меня не денется. Так, подними все его контакты. Выясни, где он может быть. А, хорошо. Девушка, пожалуйста, ну сядьте, я вас умоляю. Посидите, не уходите. Ребята, ну работаем, пожалуйста. В конце концов. А ты что тут делаешь? Кто? Кто пустил? Ну-ка иди сюда. Сюда иди. Он сказал, что вы разрешили. Может, он тебе сказал еще, что на склад в вещтоков надо сходить? Пистолет взять и застрелиться? Что, взял бы и застрелился, да? Нет. Стас, ты башку своей соображаешь, а? Пошел вон на супер. Стой. Карточку отдай. Свободен. Я, кажется, что-то нашел. 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 Твою мать. Ага. Вот как. А что с Рокуновой? Понятно. Ну, если что, держите в курсе. Пока. Ну что там? В доме Войтовича нашли фотографии убитых девушек. Войтович пропал. Федотов, естественно, всех поставил на уши и ищет. Женя, слышишь меня? Давай, смотри. Видишь? Видишь меня? Слышишь? Да. Надо сейчас встать. Можешь? Женя, давай. Женя, надо сейчас встать и дойти до стола. На столе нож. Слышишь? Женечка, вставай. Смотри, стол впереди. Надо взять с него нож. Женя. Жень, давай вставай. Жень. Я прошу тебя, давай. Возьми нож оттуда. Вытяни руку, Жень. Чуть-чуть. Дотянись. Все. Все. Просто брось его мне. Брось. Да, слушаю. Да, Илюшин. Спасибо огромное. Спасибо. Серега, звонили из сельхозаконска. В Академии. Нашли еще один совхоз, который не учтен в земельном реестре. И что? Как что? Нужно попросить ребят Федотова, чтоб проверили. Федотов сейчас со своими ребятами обыскивает дом Войтовича. Им не до этого. Ладно. Сам проверю. Макар, мне кажется, сейчас это не актуально. У меня незавершенный гештальт. Я так не могу. Машину Войтовича засекли на границе Тверской области. А там рядом есть охота хозяйства, из которого Войтовичу для ресторана дичь заставляют. Ну что? Что-что? Ну что? Людей собирай, поехали. Давай сюда. Вставай. Пошли. Тихо. Давай осторожно. Тихо. Пошли, пошли. Не могу больше. Стой. Стой. Давай, я прошу тебя. Стой, пожалуйста. Тихо. Быстрый. blades. Придắt, руки. Редактор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...